Полгода без лекарств. Так живут 9 сел в Черкасской области. Единственную аптеку там закрыли еще весной, якобы из-за того, что уволился фармацевт. Помещение пустое, а люди вынуждены ехать 25 километров за медикаментами. Все подробности узнаем от Станислава Кухарчука. Семейная медсестра Елена Корольская заканчивает утренний осмотр детей. Этого малыша мама привела на плановую прививку. Для укола медик использует шприц из неприкосновенного запаса и объясняет, купить их в Межиричи попросту негде. Раньше было проще, говорит медсестра. Аптека находилась через дорогу от сельской больницы. Она там стоит и сейчас, но вот только помещение закрыто еще с весны. Учреждение было единственным на 9 сел. Тут можно было приобрести все. От зеленки до тонометра. Виктор, страдающий сложной формы подагры, несколько раз в неделю получает капельницы в дневном отделении сельской больницы. Жалуются, иной раз ему пройти сложно, а тем более ездить за препаратами в райцентр за 25 километров. Мне нужно всегда ехать в Канев, скупляться и вернуться назад. Где-то что-то несталковое. Опять нужно ехать туда и опять скупляться. В 2013 году сельская аптека из коммунальной превратилась в частную. Помещение областной завет отдал в аренду. Сначала работали без проблем, рассказывает фармацевт Светлана. И препаратов хватало, и зарплату исправно платили. Но год назад женщину перевели на полставки, а затем и полки вовсе опустили. Я фактически из своей заработной платы содержала эту аптеку. Мне, знаете, было соромно перед людьми практически. Прийдет людьми, она не имеет, не имеет, не имеет. Доведенные это отчаяние жители девяти сел написали письмо областным чиновникам с требованием открыть аптеку. Но в Черкасах лишь разводят руками. Вероятнее всего, частнику стало невыгодно содержать сельскую аптеку, а открыть коммунальную уже нет возможности, ведь здание отдали в аренду. Договер аренды не предпочитает возможности областной рады втручаться в господарскую деятельность арендаря. И, на жаль, мы можем только в 2018 году, в 2 вересня, кажется, когда избегает термин аренды, переглядать этот договер аренды. В областном совете все же пообещали провести с частниками переговоры, но гарантии не дают. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкасская область.